Эй, ребята, всем привет, с вами Хантер, и если вы смотрите это видео, то есть два варианта. Либо вы просто любите смотреть мои видео, либо вам интересно переходить на геймпад или нет. И если переходить, то почему, в чем же его плюсы и сложно ли это все. Также хочу сказать, что в этом видео я расскажу о своих настройках, какие я выбрал кнопки. Также я немножечко еще скажу пару слов о настройках камеры. В общем-то, начнем мы с того, какие же все-таки плюсы есть при переходе на геймпад. В общем-то, насколько вам известно, кнопки на клавиатуре не имеют никакой чувствительности. То есть, если вы их нажимаете, то у вас есть два состояния. Кнопка нажата или кнопка не нажата. С геймпадом все обстоит немного иначе. Вот эти вот курки, которые используются для газа и тормоза, они имеют чувствительность. То есть, если вы их нажмете чуть-чуть, то у вас, соответственно, машина поедет чуть-чуть. Если вы чуть-чуть зажмете кнопку тормоза, то вы будете медленно тормозить, либо медленно ехать назад. В этом есть свои плюсы. Например, мне это помогает в момент, когда я хочу занести мяч на стеночку. Это надо делать очень плавно, так, чтобы он не подлетел и не отскочил. И на помощь мне приходит именно вот это вот полезное свойство. В общем, применение этому есть. Но это, как мне кажется, далеко не главный плюс перехода на геймпад. Вторым основным преимуществом геймпада является также, что стики, которые вы направляете в свою машину, также можно отклонить чуть-чуть и, соответственно, поехать, например, чуть-чуть в сторону, а не на максимум. Но мне это основная фишка, как по мне, это то, что именно с помощью этих вот небольших отклонений проще управлять машиной в воздухе. И, ну не знаю, как-то у тебя всего четыре кнопки, но ты не понимаешь, какие именно и когда тебе надо нажать. Когда есть стик, ты понимаешь, что если ты его повернешь влево-вверх, то у тебя, соответственно, как на клавиатуре, там зажмется кнопочки А и W. Вот. Ну, то есть, тут все интуитивно понятно и дело привычки просто. В общем-то, это, как мне кажется, второй главный плюс геймпада. Третий плюс – это, ну, наверное, скажем так, удобство в его использовании. То есть, на той же клавиатуре, конечно, можно поставить кнопки близко друг к другу, чтобы было удобнее, но, блин, не факт, что это будет удобнее. И, а когда вы держите геймпад, то, ну, не знаю, все как-то под рукой и гораздо проще все это использовать. В общем-то, как по мне, именно эти плюсы и являются основными. Не знаю, может быть, какие-то я не упомянул, но именно благодаря этому, благодаря этим плюсам геймпада я и решил на него перейти. И хотел еще сказать, что еще одним основным преимуществом все-таки является то, что на геймпаде как-никак можно лучше в итоге научиться играть, чем на клавиатуре. То есть, ну, например, я недавно смотрел турнирчик по Рокетлиге любительский, и на нем ребята говорили, ведущие, что про человека, который очень хорошо играет на клавиатуре, и они его спрашивали, мол, когда ты уже перейдешь на геймпад? И он говорил, что уже в скором времени, наверное, перейдет. Ну, это в очередной раз доказывает, что если вы хотите очень хорошо научиться играть в Рокетлиге, то вам непременно нужно переходить на геймпад. Неважно, сколько часов вы сыграли, понятие механики игры от вас никуда не убежит, вам просто придется переучиться на кнопки. Тем более, хочу сказать, что по своему опыту у меня это заняло, ну, меньше недели. То есть, ну, я вот, грубо говоря, перешел, и за два дня я уже научился делать все то, чему учился, наверное, первые 150 часов, ну, может, 100 своей игры. Ну, тогда я еще по фану играл, но неважно. А так как я занимаюсь этим на Ютубе, я хочу, чтобы мой уровень игры вырос, и я играл намного лучше, чтобы меня интересно было смотреть, интереснее, чем сейчас. Ну, в общем-то, именно поэтому я и перешел. Ну, что ж, предлагаю перейти к моим настройкам. А, кстати, забыл сказать, какой у меня геймпад. Вот, сейчас вы видите его на своих экранах, его картиночку. Геймпад называется NVIDIA SHIELD контроллер. Я его покупал вместе с планшетом, NVIDIA SHIELD таблет, когда я его покупал. Ну, в общем-то, мне и захотелось, что и геймпад, и, как оказалось, к компьютеру он тоже легко коннектится. Это его несомненный плюс. Вот, а теперь мы с вами переходим к настройкам. Ну, что ж, вот мы и переместились в тренировочку. Вот мои настройки. И здесь мы можем видеть, что движение назад-вперед у меня стоит по стандарту. Это задние куртки геймпада. Значит, движение, соответственно, поворот на левый стик и так далее. В общем-то, дальше идет самое основное. Я, по-моему, я не помню уже, как тут по дефолту стоит, но, в общем, я себе решил так. Поставил, короче, прыжок на B. То есть, это вот правая кнопочка. Значит, дальше идет у нас Boost. Boost я решил поставить на A. Это, соответственно, нижняя кнопка. И здесь вот еще хотелось бы сделать такое замечание. Вот PowerSlide и AirRoll обычно стоят у всех на одну кнопку. Но мне почему-то захотелось разделить их на две. Потому что, ну, а что у меня все равно, кнопка X без дела как бы тут простаивает. Вот я решил PowerSlide, то есть, занос скольжения, вот это вот, я поставил на X. А AirRoll у меня стоит на LT. То есть, на кнопочку, которая перед левым курком. Идем дальше. Ну, в принципе, дальше все по стандарту. Здесь у нас идет контроль машины в воздухе. И вот, соответственно, у меня AirRoll стоит на LB. Не знаю, вот, ребят, мы вам советую. Попробуйте, конечно, мои настройки. Скорее всего, они вам подойдут. Но советую все-таки поэкспериментировать в тренировке. Я лично, когда выбирал себе настройки для геймпада, я очень долго ставил всякие разные, смотрел, кто как играет. И, например, у того же Джейзера, я его всегда уже теперь беру пример, у него стоит PowerSlide, значит, AirRoll на X, то есть, на левую кнопку. А, соответственно, ускорение, то есть, Boost у него стоит на B, то есть, правую кнопку. А прыжок у него стоит на A, нижнюю кнопку. И, честно говоря, я не особо понимаю, но у него сделано так в итоге, что вот эти вот те кнопки, они три рядом. И, ну, мне лично неудобно нажимать как-то три кнопки одновременно. Потому что иногда порой так и надо. Как-то, ну, не знаю, неудобное расположение пальцев тут. Ну, в общем-то, я вам свое мнение высказал. Делайте выводы сами. Мне удобнее вот так. Ну, что ж, вот такие вот, собственно, у меня настройки геймпада. Я надеюсь, что многим помог. И теперь, наверное, перейдем непосредственно к настройкам камеры. Итак, вот мои настройки камеры. В общем, скрывать не буду. Я, откровенно говоря, до этого играл с другими. У меня стояло раньше вот этот пункт на 110. Этот на 130, если я не ошибаюсь. Этот на минус 4, по-моему, или на минус 5. Дистанция была 330. И здесь приблизительно одинаковая. А вот эти вот настройки я взял у всеми нами любимого уже джейзера. Ну, в общем, не знаю. Вот я решил попробовать такие же, как у него. И честно вам скажу, мне с ними играть удобнее. То есть, я почему-то и лучше стал чувствовать машины в воздухе. И гораздо проще мне это все стало даваться. Ну, не знаю. Может быть, мне так кажется. Может, это самовнушение. Но мне так реально удобнее играть. Не знаю, как вам. Надеюсь, эта информация была вам полезна. Так же я обязательно сделаю скриншотик этих настроек. И просто добавлю, буду добавлять его в комменты к каждому видео. Дабы у вас не возникало лишних вопросов. Ну, и либо, если буду менять эти настройки, то буду обновлять этот скриншот. И так, ну вот, собственно, видео это подошло к концу. И теперь хочется подвести итог. Если все-таки я кого-то убедил переходить на геймпад, то могу вам сказать, смело делайте это. Переходите, не бойтесь. С чего вам начать? Начните так же, как и я. В принципе, первым делом на геймпаде я себе, когда подбирал управление, я зашел в тренировку и просто катался. Делал всякие обычные вещи, которые я могу делать на клавиатуре. То есть, ну, ездил, как-то вот так вот попадал по мячу. Далее, чтобы продолжить свое обучение, я пошел уже непосредственно в игру против ботов, а конкретно в сезоны. Никто не знает, вот у нас сезон. И вот здесь вот я играл. Создал сезон большой, поставил самых сложных ботов и пошел вот против них играть. Ну, дабы, в общем-то, не казаться, ну, бомбом в обычных онлайн-матчах, хотя можно протековаться и там. Все равно, ну, естественно, ванранкер. Ну и вот такими темпами я немножечко поиграл против ботов, буквально матчи 5, и пошел ванранкер. Ну, вот выбрал вот это все, что мне нравится, и пошел тренироваться. И вот теперь уже, как вы видите, я плохо довольно-таки управляюсь с геймпадом и играю, как мне кажется, уже на порядок выше, чем раньше на клавиатуре. Вот, собственно, такое у нас получилось видео. Надеюсь, оно вам было полезным. Переходите на геймпад, если хотите играть хорошо. Мой вам совет. Ну, а если вы играете в Раппетлигу, ну, по фану, то, в принципе, на клавиатуре можно добиться вот ранга, я думаю. Ну, суперстара можно добиться, если прям привыкнуть к клавиатуре. Да, спокойно. Ну, а на геймпаде уже прям вообще можно топово научиться играть и просто тащить всех и вся. Ну, в общем, все. На этом я бы хотел закончить. Надеюсь, видео было очень информативным и полезным для вас. Вы ему поставите лайк. И хочется на этом с вами попрощаться. Всем до новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok